Добрый день, коллеги! Меня зовут Илья Рудь. Вы смотрите канал IT-видео. Довольно часто задают вопрос, Илья, расскажи про импортозамещение в IT касательно всех продуктов Microsoft. Я сейчас дословно цитирую один из комментариев. Ну что, день настал. Сегодня мы поговорим об одном таком варианте. Если Microsoft с вами не здоровается, либо по каким-то другим причинам вы рассматриваете альтернативные сценарии, вот это один из них. Но нужно понимать, что все импортозамещение в России в своей основе содержит базу в виде старых проверенных отечественных open-source продуктов. То есть сегодня мы поговорим про решение, которое построено на платформе FreeBSD. Я против замены ради замены и до сих пор уверен в том, что многие продукты Microsoft до сих пор не имеют аналогов. Но в 2020 году есть перечень того, что отлично сбрасывается, переключается на open-source решение. Сейчас я постарался собрать в список то, что реально за последний год-два мы делали не на Windows. Мы, я имею в виду, как системный интегратор. Ну, прежде всего, это прокси для контроля доступа ваших пользователей в интернет. Ну, так исторически сложилось, что в России очень сильно любили ISO-сервер, который выпускал Microsoft. И когда Microsoft этот продукт убрала, продукт умер, в России были серьезные страдания. Ну, потому что русские люди любят контроль. Любят смотреть, кто куда ходил, зачем, на какие сайты, сколько трафика было потрачено. Мне кажется, это специфика именно Российской Федерации. И эти вещи, они зачастую делаются на open-source решениях. Второй сценарий. Обратный прокси. Для меня, наверное, это самая частая тема. То есть Skype for Business, Exchange, всегда нужно публиковать наружу ресурсы. Буквально в предыдущем видео я показывал, как на Nginx можно опубликовать Skype for Business. Третий момент. VPN. Сам использую PFSense. Ну, в ближайшее время перехожу на классический OpenVPN. Но при этом много клиентов, у которых реализованы и PFSense, и OpenVPN. То есть VPN подняты на open-source решениях. Четвертый пункт. Астериск. Естественно, это наше все. Дешево, жирно, куча решений, куча клиентов, которые используют астериски. Телефония на open-source, мне кажется, уже очень давно. Пятый пункт. Тоже для меня очень близко. Фильтрация спама и вирусов. Сто лет назад, когда еще все думали о том, что продукты on-premise Microsoft будут жить вечно, уже были решения у Касперского, Cup for Exchange, которые разворачивались на Linux и позволяли вам поднять, ну, так называемый SMTP Smart Host, который фильтровал спамы вирусов. И вот сейчас есть куча кастомных решений, которые, используя Postpix, Clamav, SpamAssassin, делают как раз вот этот forPost, который фильтрует спам и вирусы в вашу сеть. Ну, и, естественно, какие-то инфраструктурные вещи DNS, DHCP, FTP. Про DNS, DHCP, ну, наверное, особого смысла нет. Если у вас есть Active Directory, это проще сделать на контроллерах домена. Но в то же время встречается куча всяких сервисов типа FTP, которые подняты на open-source. Что лично меня и, мне кажется, большинство людей смущало в любых open-source решениях. Первое, что смущало – нет коробки. Есть куча вариантов и совсем непонятно, что брать новичку. То есть open-source – это зачастую конструктор, где деталей сильно больше, чем нужно для реализации решения. А вот то, какие детали брать, в какой компоновке, в каком порядке – это очень и очень большой вопрос. И у любого человека, который не является гиком, а который просто хочет решить свою задачу, у него позиция такая – «Дайте мне коробку, я не готов тратить жизнь на поиски святого Грааля». И это, конечно, людей останавливало. Следующий момент – интерфейсы. Здравствуйте, текстовые редакторы. Не даром в Google так популярен запрос, как выйти из текстового редактора V. То есть текстовые конфиги, они как немецкий язык, они не сложны, если вы на них выросли. Для всех остальных, ну, это, естественно, боль. И отсутствие нормального графического интерфейса в серверных решениях, оно до сих пор, собственно говоря, так. Пугает, пугает. И неудивительно, что Windows Core, в принципе, у Microsoft провалился. Народ видит отсутствие графического интерфейса, хотя там его довольно много, и сразу убегает. Ну и третья, самая большая проблема, как мне видится при реализации – это отсутствие поддержки. Конечно, у Microsoft сейчас тоже такая поддержка, она что есть, что и нет, но тем не менее. Если мы говорим про open-source решения, то там как бы всегда два варианта. Либо это Enterprise и достаточно серьезные деньги. Ну, всякие там, не знаю, решения Red Hat, Nginx Plus и так далее. Когда вы покупаете поддержку, платите деньги, и вам в случае чего помогают. Либо решение бесплатно, и вот все ваши форумы берите, где там такие же особо ничего не понимающие люди будут тратить свое время на то, чтобы нести всякую ерунду. Но это моя позиция к форумам. Я крайне мало встречал хороших специалистов, которые консультировали на форумах, и условных вовниев их крайне мало. Поэтому все остальное – это так. Ну, естественно, там нет никакого SLE. То есть могут ответить, могут не ответить. Поэтому использование open-source решений, ну, сильно тормозило с этими вещами. Что остается? Остается несколько вариантов. Первый вариант, ну, я говорю сейчас про 2020 год, да. Продолжать использовать для сегмента SMB или там среднего сегмента Microsoft решения, on-premise. Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, серьезные выражения по лицензиям. Не все могут себе позволить. Ну, как бы это дорого. И что самое грустное в этой ситуации, что это билет в один конец. Да, этот поезд, он еще поедет вперед. Я говорю про on-premise направление. Но все равно, все равно видно, что продукты не развиваются. Но вы по-прежнему можете их покупать. Второй пункт. Облака любые. Это может быть дорого. Это может быть дешево. Ну, облака – это палка всегда с двумя концами. Многое решают за вас. То, что раньше вас беспокоило, сейчас не беспокоит. Это решают другие люди. Хорошо это или плохо, что за вас все решают. Ну, наверное, каждый свои риски оценивает самостоятельно. Но при этом стоит отметить, что люди всегда любят свое. По крайней мере, у нас. Да, то есть, мы такие собственники в этом плане. И это одна из причин, почему облака не очень развиваются. Все должно быть под боком. Есть еще четвертый вариант. Я бы сказал, это вариант 3.5. О таком решении мы сейчас с вами поговорим. Это интернет-контроль-сервер. Да, ребятам стоит поработать над логотипом. Ну, да ладно, не в логотипе счастья. Российское решение – коробочное решение на базе FreeBSD. Это кухонный комбайн. Кухонный комбайн, который дает… Ну, прежде всего, это удаленный доступ. Загибаем палец. OpenVPN. Это прокси-сервер. Сконфигурированный. Squid. Это Reverse Proxy. Nginx. Это почтовый шлюз. И, в принципе, электронная почта, если вы хотите, соответственно, Postfix, Kaspersky, Klamaf и так далее. Это Телефония, Asterisk. И много всего того, что они даже особо не пиарят у себя на сайте. Но оно есть, вы когда разворачиваете, видите. Это всякие джаберы, FTP, файловые сервисы и так далее. Естественно, все это после доработки в коробке с русской документацией. А самое главное, с русской поддержкой. И все за достаточно скромные деньги. А то и бесплатно в Lite-варианте, которому даже можно поддержку отдельно докупить. Короче, поверьте на слово, там с точки зрения денег все очень доступно. Давайте посмотрим на эту корову. Я развернул XA как обычную виртуальную машину Hyper-V. Сам процесс установки достаточно простой. То есть вы качаете ISO образ. После этого установка. Обычная установка FreeBSD. Минимум информации на этапе установки от вас требуется. То есть IP-адрес, имя и, пожалуй, все. Из того, что можно отметить, виртуальная машина первого поколения, Generation 2, не влетел. Из особенностей именно Hyper-V, при загрузке, ну такой артефакт, это построчная загрузка системы. То есть она такая довольно медленная. Хотя на другом гипервизоре у меня таких артефактов не было. То есть понятно, что это не чистый FreeBSD. После установки вы получаете веб-интерфейс. Стандартное имя пользователя ROOP. Ну и, соответственно, по-моему, 5 нолей. Это стандартный пароль. Естественно, можно получить доступ через консоль и работать, как с обычной операционной системой FreeBSD. Но я не думаю, что данный продукт приобретают и устанавливают, когда хотят работать через консоль. Что мы с вами видим после подключения? Мы видим несколько пунктов меню. Это, прежде всего, пользователи и статистика, сеть, защита, файловый сервер, ну и, естественно, электронная почта, джаббер, телефония и пункт с общими настройками, которые называются обслуживание. Первое, что я сделал, это поменял самоподписанный сертификат. Как видите, я подключаюсь по имени proxy.kontosa9.ru по 81 порту. И изначально, когда система устанавливается, она ставит самоподписанный сертификат, и эти варнинги, они, естественно, не нужны. Поэтому я зашел в защиту, в сертификат и импортировал здесь свой сертификат, вайлдкардовый, contosa9.ru. После этого зашел в обслуживание, в настройки интерфейса, ну и здесь выбрал сертификат для веб-интерфейса, после этого стал нормально подключаться. Это первое, что я сделал. Дальше возникает вопрос, как вообще аутентифицировать пользователей. Здесь куча сервисов. Главный, наверное, сервис это proxy, он основной. Ну и дальше пошли всякие OpenVPN, электронная почта и так далее. Есть несколько вариантов. Если зайти в пользователей и статистика, можно увидеть уже здесь несколько пользователей, но это только потому, что я уже работал с этой системой. Так вот, по поводу нескольких вариантов. Первый вариант, если у вас нет Active Directory, вы в принципе можете работать с тем каталогом, который использует продукт X. Давайте я буду называть его X, потому что так гораздо проще, чем интернет-контроль-сервер. Так вот, можно работать с локальными учетками, вы просто добавляете пользователей и так далее. Это если у вас нет Active Directory. Если Active Directory есть, то можно либо импортировать пользователей, либо как вариант вообще ввести X в домен. В принципе, именно это я и сделал. Здесь есть в настройках файлового сервера сетевое окружение, идентификация. Ну и, соответственно, можно указать свой домен. И после этого X успешно присоединен к домену. Ну и далее вы уже используете пользователей доменных. Могу продемонстрировать, что сам X появился как объект компьютера в Active Directory. Ну и после этого пользователи уже берутся из системы. Ну давайте проведу небольшой эксперимент. Я сейчас в своем организационном подразделении Students создам нового пользователя. Назову его Test3 и дам ему какой-нибудь пароль попроще. И выберем, допустим, для него upn-суффикс contosa 9. Итак, создаю учетную запись в Active Directory. Finish. Переключаемся на X, делаем refresh. И видим, что у нас должен появиться пользователь Test3. Да, абсолютно верно. Пользователь появился в системе. Теперь его можно использовать. Кстати, по поводу интерфейса. Когда я только начинал знакомиться с X, ну буквально первые часы, у меня было странное ощущение, что некоторые вещи лежат не там, где они должны лежать. Ну вот простая ситуация. Вам нужно X ввести в домен Active Directory. С моей точки зрения, с точки зрения логики, да, это общие настройки системы. То есть это должно находиться где-то вот не в обслуживании даже, да, вот именно в настройках. Общие настройки и там введение в домен. Ну либо, соответственно, пользователи и статистика. Но по факту он находится в файловом сервере, сетевое окружение, идентификация. И когда вы с продуктом только начинаете работать, ну кажется, что не совсем там, где оно лежит. Хотя понятно, да, что вот это присоединение к домену, это компонент Samba. Samba отвечает за файловые ресурсы. Ну и как раз вот ввод домен, это то, что касается Samba. Но с точки зрения Linux, наверное, логично. С точки зрения общей логики продукта, не очень. Ну да ладно, бог с ним. К этому, в принципе, быстро привыкаешь. И по основным меню я сейчас бегаю без особых задумываний. Итак, у нас есть пользователь Test3. Давайте сейчас проверим, может ли этот пользователь обратиться в интернет. И для этого мы сейчас возьмем клиентский компьютер. И я под данным пользователем залогинюсь. Итак, здесь у меня вход под каким-то другим пользователем. Я выхожу из системы и, соответственно, говорю, что заходить буду под пользователем Test3. Давайте сделаем вход. Итак, система загрузилась. Видим, что доступа к интернету у этой системы нет. И я сейчас прописываю настройки прокси сервера для того, чтобы пользователь смог выйти. Можно было, естественно, это сделать через групповую политику. Но в данном случае мне проще прописать руками. Порт стандартный 3128. Кто работал со Squid'ом знает, что это стандартный порт Squid. Интернет появился. И я предлагаю зайти на сайт lenta.ru. Итак, видим, что сайт лента абсолютно нормально работает. Можно походить по страничкам и так далее. То есть настройки прокси сервера, они применились. И теперь я хожу через XA в интернет. Давайте вернемся в центр администрирования XA. И посмотрим, какая информация есть по пользователю Test3. Мы видим, что пошел трафик для пользователя Test3. Мы можем на него кликнуть, перейти на закладку статистика и посмотреть его активность за сегодня. Ну, соответственно, здесь есть и топ-5 назначений, топ-5 адресов и доменов. Информация отображается практически моментально. Но вы видите, данные уже пошли. И, соответственно, lenta.ru находится на одном из мест. Ну, я же действительно туда подключался. Давайте теперь сделаем следующее. Скажем, что пользователь не должен заходить на сайт lenta.ru. Как мы можем запретить доступ к сайту? Такие настройки можно сделать и на уровне конкретного пользователя, и на уровне группы, и вообще для всех. Давайте я зайду в настройки группы Students, куда входят все мои пользователи. Просто на нее провалюсь, кликну и увижу здесь настройки. В том числе настройки правила и ограничения. Здесь можно добавить новое правило, в моем случае, естественно, запрещающее, и сказать, что именно мы запрещаем. Например, мы запрещаем ресурс lenta.ru. Можно просто запретить, можно перенаправить, можно вывести определенное сообщение. Вплоть до того, что вы можете указать время, когда данный ресурс запрещается. Ну, например, не знаю, какой-то ресурс в определенное время доступен не будет, а после пяти, пожалуйста, сиди на работе, смотри фишки на это. Я условно говорю. Итак, мы добавили новое правило для группы Students. И теперь я переключаюсь на клиента, чтобы проверить, а работает ли данное правило. Не доступен ли клиенту ресурс lenta.ru. Открываем Explorer. Я сейчас перехожу на Explorer. Обычный интернет, как видите, работает. Открываю lenta.ru и вижу, что веб-сайт не отображается. То есть правило блокировки работает. По поводу отчетов. Смотреть отчеты по конечному пользователю, наверное, не очень интересно. Проще смотреть через раздел отчеты. Здесь можно и по всем пользователям. И все это в достаточно красиво визуализированном виде. Что мы с вами видим? Мы видим, какие пользователи основные, кто у нас топ-пользователи по трафику, куда ходят и так далее. Не хотите по всем? Пожалуйста, убираете корневую группу, вбиваете пользователя тест 3. И получаете, что данный пользователь ходил на вот ресурс lenta.ru. В какое время он ходит, по каким часам. То есть статистика для тех, кто это отслеживает, она очень интересная. Естественно, здесь можно делать подмену сертификата. Ну то есть если пользователь обращается к ресурсам по HTTPS и обращается через проксю, вы можете залазить в эту сессию и смотреть все, что там происходит. То есть этот функционал, он, конечно, настраивается. По поводу настроек прокси. Прокси находятся, настройки прокси находятся в разделе сеть. И здесь вы можете выбрать ваш прокси-сервер, если кому-то не нравится стандартный порт 3128, поменять его, ну и всячески сконфигурировать. То есть вся настройка прокси, она будет сводиться к вот такому, ну достаточно простому веб-интерфейсу. Дальше. Как я уже сказал, функциональных возможностей довольно много. Если помните, в предыдущем видео я публиковал Skype for Business на Nginx. Делал это через справку конфигурации. Ну то есть все это было довольно долго, там 40 минут, по-моему, ролик идет. Здесь все это делается значительно быстрее. Если зайти в раздел файловый сервер веб, то можно настроить публикацию ваших веб-ресурсов. То есть это тот же самый Nginx, но вот с таким человеческим лицом. То есть вы можете выбрать публикацию виртуальный хост с перенаправлением. Ну и соответственно указать, с какого имени на какой вы перенаправляете, какой сертификат должен использоваться. То есть по сути та же публикация ресурса наружу, но только с вот таким человеческим лицом. Ну а то, что публикация или реверс прокси находится в разделе файловый сервер, это еще раз к вопросу о том, насколько логично сгруппированы какие-то вещи в веб-интерфейсе. Ну да бог с ним, к этому быстро привыкаешь. Как я уже сказал, здесь есть электронная почта. То есть вы можете зайти в раздел почта и создать там дополнительный домен почтовый, создать почтовый ящик. Как видите, у меня есть почтовый ящик тест 2 собака контоса 9. Ну если я хотел бы создать новый почтовый ящик, пожалуйста, новый почтовый ящик. Выбираем нашего пользователя тест 3. И указываем имя почтового ящика, указываем домен почтовый. Ну у меня контоса 9.ru, он уже был добавлен изначально. И возникает вопрос, а зачем нам нужен пароль? Ведь учетная запись пользователя, она уже есть. И тут мы подходим к одному очень важному моменту. В данный момент на иксе логин и пароль, который вы указываете при доступе к проксе, он используется прежде всего для авторизации на проксе, для доступа по VPN, для доступа к файловым ресурсам FTP, ну и для того, чтобы зайти на веб-интерфейс самого икса. А для электронной почты используется отдельный каталог. Я запросил эту информацию производителя, и мне дали следующий ответ, что в данный момент на иксе для каждого сервиса пользователя назначается логин и пароль отдельно. Мол, типа это позволяет более гибко управлять настройками пользователей, можно создать несколько ящиков, и типа для безопасности они будут иметь разные пароли, ну и так далее. Плюс для некоторых сервисов типа телефонии пароль пользователю и не нужен, потому что его использует администратор для настройки телефона и так далее, и так далее. Мне это показалось совсем неудобным, то что я работаю с Active Directory, у меня есть каталог, и я использую учетную запись для подключения доступа к проксе. Ну в проксе, наверное, если вы с доменного компьютера заходите, там даже вводить ничего не нужно, там сквозная идентификация, но в то же время. Потом, когда начали копаться, выяснился вариант, что если мы берем доменную учетку, прописываем ей адрес электронной почты, и такой почтовый домен есть на X, но он уже изначально заведен, то при настройке синхронизации с Active Directory, при интеграции с Active Directory у вас почтовый ящик создается автоматически, и пароли будут одинаковые, ну и в таком случае пароль, соответственно, отдельный не будет, пароль будет один и тот же. И теоретически, что дальше, если человек меняет в Active Directory, то и здесь будет меняться. То есть, в принципе, механизм есть, но в данном случае я ничего не прописывал, как видите, и поэтому у меня отдельная учетная запись. По поводу веб-интерфейса. Веб-интерфейс есть, ну, естественно, есть классические POP3 и MAP, но в то же время есть веб-интерфейс. По дефолту он висит там же на 81-м порту, но в виртуальной директории RC. Итак, ввожу правильно имя пользователя, ввожу правильно пароль, нажимаем «Войти» и вуаля, внутри почтового ящика. Причем отправка почты в интернет, все это работает сразу. И прием почты тоже работает, то есть, если вы MX-ы завернете, тут максимально все настроено уже за вас. То есть, хотите, вы можете использовать этот продукт, там, не знаю, перед экченж-сервером для фильтрации спама. Там есть, кстати, такие вещи, которые, например, на экченж-сервере отсутствуют. Когда-то, давным-давно на экченж-сервере был сборщик почты, так называемый POP3 коннектор, когда вы могли с внешних почтовых ящиков собирать почту и класть пользователям. Но этого уже сто лет нет в экченж-сервере. Здесь существует. Поэтому нет проблем написать письмо. Можете работать через веб-интерфейс, можете работать через обычные клиенты. Я имею в виду там любые клиенты, которые поддержат POP3MAP. По поводу Касперского, он здесь есть. То есть, тут сразу несколько антиспамов, которые вы можете использовать в разной конфигурации. Но и опять же, есть система управления. Все достаточно просто, интуитивно и через веб-интерфейс. Давайте с вами посмотрим. Почтовая очередь, Q, ну, с которой, наверное, все знакомы, кто хотя бы раз работал с почтовыми системами. Давайте я отправлю себе на mi.ru.ru письмо с темой 4 единицы. Нажимаю «Отправить», быстро перехожу в почтовую очередь и вижу, что у меня там лежит письмо, которое уже, кстати, все доставлено. Но оно здесь появилось. То есть, естественно, если вы по какой-то причине не можете отправить почту, например, у вас лежит интернет-канал, здесь будет копиться, можно смотреть и так далее. Ну и здесь же такой аналог типа «трекинг лога». Можно посмотреть по пользователю «Тест 3». Давайте с вами посмотрим и увидим, что было отправлено письмо. Если включить детализацию, будет даже видно, кто кому отправлял письмо и самое главное, когда. Все достаточно просто, но, опять же, больше и не нужно для каких-то базовых операций. Во всем остальном классическая почта с нормальным веб-интерфейсом уже приготовленная. По поводу впечатлений от продукта. Как я уже сказал, здесь много-много всего. Первое впечатление – это реальная коробка. Есть какие-то вопросы по мелочам, но видно, что это действительно завернуто в коробку. Вам не нужно тратить кучу времени на то, чтобы развернуть различные сервисы на FreeBSD. Ну и плюс реальная поддержка на русском языке. По поводу поддержки. Кстати, очень интересный механизм. Если зайти в обслуживание, в техподдержку, то можно включить доступ к вашей системе и инженер подключится. Ну пока вы с ним там на трубке висите, он по SSH подключится и сможет смотреть вашу систему. То есть не нужно будет выгружать там кучу логов и так далее. А пришлите это, а пришлите это. То есть инженер сразу может посмотреть. После этого вы выключаете данный доступ и уже, соответственно, никто подключиться не может. По поводу мониторинга. Вот то, что мне нравится, да, здесь такой уже встроенный мониторинг есть. То есть можно зайти, посмотреть там, как ваша система себя чувствует. Ну и плюс нормальные системы просмотра логов. То есть есть, например, внутренний аудит. То есть я сейчас захожу в журнал и уведомления. И в системном журнале видно, кто что делал, какие действия. Ну то есть такой аудит без каких-то излишеств, но достаточно простой. Опять же, всякие системные журналы. Вы можете выбрать какой-то конкретный компонент. Ну не знаю, там FTP сервера, Application Firewall, веб-почта, веб-сервер и так далее. И посмотреть информацию только по конкретному продукту. Все это уже собрано в веб-интерфейсе. Плюс всякие уведомления, обычно спрашивают, а можно там настроить уведомления в Telegram. Ну по почте, как правило, все могут. Да, вот в Telegram далеко не все. То есть это уже собрано в определенную коробку с человеческим интерфейсом. Особых сложностей по настройке у меня не возникло. То есть я как бы разделил все вещи на две части. То, что взлетело сходу и то, что взлетело через 15 минут после общения с техподдержкой. Мое мнение такое. То есть если мы говорим про функционал прокси-сервера, reverse-прокси, антивирус, антиспам, смарт-хост, то, наверное, применение у продукта самые широкие. Если мы говорим про все сервисы, именно говорим как о кухонном таком комбайне, да, типа электронная почта, телефония, то здесь я вижу две проблемы. Первая проблема это каталог и то, что он далеко не един. И Microsoft в данном случае нас приучил, что есть Active Directory, да, и она единая для всех продуктов и так далее. А здесь могут быть нюансы, которые надо понимать, как вы будете разруливать, если у вас большое количество пользователей. Понятно, что там на 50, 60, 100 человек, если у вас свечной заводик, то это все мелочи. И второй момент, опять же, для среднего и крупного бизнеса, высокая доступность. Ее пока нет. То есть вот какой-то кластеризации, да, вы можете забэкапить ваш X и потом в случае чего восстановить. Поэтому на выходе получается, с одной стороны, интересное решение для смол местами чуть больше, чем смол бизнеса. Ну, при этом с доступной поддержкой, с кучей сервисов из коробки, которые можно завести, не знаю, без администратора за 200 и так далее. То есть для определенного сегмента это однозначно имеет смысл, если вы смотрите в сторону каких-то альтернативных решений. Если про что-то большое говорить, то я, честно говоря, не очень вижу применения. Хотя ребята говорят, что у них есть клиенты там по 600, по 700 пользователей, что в принципе по российским меркам такая средняя компания, да, уже не совсем мелкий бизнес. Но опять же, если Squid, то почему нет? Если я имею в виду как прокси, то какая там разница, какое количество пользователей, оно все работает достаточно гладко. Большое спасибо, коллеги, за внимание. Я надеюсь, такой кратенький обзор был вам полезен. В любом случае, знайте, что решения существуют самые разные. Всем удачи, не болейте и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok